Итоги года Добрый день 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 Российской очень сильно заинтересованы африканские государства, но у нас, конечно, с автомобильной промышленностью в регионе не очень, мы не тот регион. Да, у нас никто автомобили не производит, часть комплектующих есть, потому что тут была ситуация, из-за нашего предприятия чуть не встал конвейер одного из больших заводов, ну, потому что попросили больше объем, к сожалению, не были готовы и не смогли быстро выполнить. С такими вещами тоже работаем, помогаем предприятиям быстро нарастить объемы, и как раз вот такие займы, они как раз должны в этом помогать, быстренько закупить оборудование, быстренько закупить сырье. Вы, как исполняющий обязанности главы министерства, лично встречаетесь с представителями, с руководителями различных предприятий, о чем они говорят, какие пожелания высказывают, проблематику можно конкретную обсудить? Вот если... В чем может быть помощь? Очень актуальна была тема в этом году по кадрам. Да, вот не мог не спросить тоже, да, как эта проблема решается. Да, она решается, она решается тяжело, был небольшой переток, и предприятия оборонно-промышленного комплекса смогли немножко свой вакуум заполнить, кадровый. Сейчас идет работа по некоторым направлениям, это, во-первых, привлечение студентов высших учебных заведений и колледжей к работе, там, и последних курсов, так называемое дуальное обучение, которое фактически уже переходит в полноценную работу. Ну, раньше это называлось, не знаю, производственная практика. Производственная практика. Сейчас мы хотим ее углубить, и чтобы студент колледжа, токарь, там, или, там, оператор станка с ЧПУ выходил уже с разрядом и мог сразу работать на предприятии за полноценную зарплату, ему не надо было, там, например, три месяца еще работать учеником, получая минимум... Чтобы он гарантированно получал это рабочее место. Чтобы, во-первых, было интересно, и чтобы уже заходили. По предприятиям УПК, с точки зрения Федерации, ведется вообще отдельная работа, потому что студент среднего учебного заведения, к сожалению, после того, как он отучился, он не может поступить в ВУЗ, чтобы получить отсрочку, потому что отсрочка может быть только один раз предоставлена, и он вынужден идти служить по срочному, да, то есть на год, либо на альтернативную службу. Сейчас на уровне Федерации как раз прорабатываются изменения в закон, чтобы либо включить работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в альтернативную службу, либо включить работу там как отсрочку от призыва на службу. Ну, то есть предприятие может по итогу получить себе работника фактически до 27 лет. Ну, это существенно, конечно. Да, а тот, кто отработал там уже 7-8 лет, это уже готовый специалист с хорошей зарплатой, который с предприятия уже не уйдет. То есть вот эта вот история, она была бы очень интересна и, конечно, бы помогла с точки зрения развития промышленности, потому что если мы смотрим в ближайшие три года, сколько нам понадобится кадров, там цифра уже там подходит чуть ли не 10 тысячам. Пора предоставить слово Ольге Симаковой, руководителю Государственного фонда развития промышленности Кировской области, Ольга Владимировна. Поведайте о результатах своей работы. Я, безусловно, понимаю, что вы все коллеги и все взаимодействуете между собой, но вот та основная информация, за которую вы отвечаете, непосредственно хотелось бы, чтобы прозвучало. Ну, хотелось бы сказать, что Дмитрий Александрович основные результаты работы нашей озвучил уже в рамках этого года, в рамках работы с самого начала. Хотелось бы сказать, что Региональный фонд развития промышленности является фондом, который имеет соглашение с Федеральным фондом развития промышленности. И у нас также существует ряд программ, в которых Региональный фонд поддержки оказывает информационную, консультационную помощь, является оператором по заявкам по некоторым. Хотелось бы обозначить, что в настоящее время, как уже Дмитрий Александрович верно сказал, существует 14 программ финансирования с Федеральным фондом. Из них 10 программ финансируются непосредственно самим фондом федеральным. Четыре программы идут совместные, когда Регион предоставляет от необходимой суммы 30% от проекта, Федеральный фонд предоставляет 70% от проекта. Таких программ у нас четыре. Это проекты развития, это комплектующие изделия, это производительность труда и это проекты лесной промышленности. В рамках программ, которые идут на Федеральном фонде, у нас возможность финансирования проектов от 5 миллионов рублей до 10 миллиардов рублей. Процентная ставка там колеблется от 1 до 3% годовых. И зачастую фонд выдавал займы под 1% годовых на весь срок. Срок займа там также варьируется от 2 лет до 15 лет, что в принципе при том, что сейчас фонд устанавливает достаточно-таки лояльные условия по поводу погашения основного долга, то есть при стандартном пятилетнем займе возврат основного долга идет в последние два года пятилетнего кредита. То есть получается первые три года заявитель оплачивает проценты ежеквартально, не ежемесячно, как в банке. А основной долг он платит последние два года равными долями, что позволяет соответственно безболезненно зайти в проект и уже платить сумму основного долга с результатов реализации проекта. В рамках совместных займов, которые мы финансируем совместно с федеральным фондом, сумма варьируется от 20 до 100 миллионов рублей. Сроки и ставки в принципе те же самые. По собственным программам финансирования у нас сумма варьируется от 7 миллионов до 70 миллионов рублей. Ставки там 3-5% годовых. Заявителям, субъектам деятельности в сфере промышленности нам есть что предложить. То есть мы проводим рабочие встречи и в рамках этих рабочих встреч мы уже определяем по проекту, насколько он соответствует параметрам, насколько мы готовы предложить программы финансирования, какие программы. И зачастую мы одному заявителю можем предложить не менее трех программ на выбор. Хотелось бы обозначить, что основные меры поддержки, которые осуществляет фонд, это займы, как Дмитрий Александрович сказал. Это основная масса. Кроме того, в этом году у нас была грантовая поддержка. Кроме этого, фонд является оператором по СПИКам. СПИК – это специальный инвестиционный контракт, когда фонд в рамках заключения данных соглашений предоставляет как финансовые, так и не финансовые преференции. Финансовые преференции отображаются в налоговых платежах. То есть можно снизить налог на прибыль и на имущество до 0% при реализации инвестиционного проекта. Также хотелось бы сказать, что не финансовые преференции – это, соответственно, применение ускоренной амортизации, это получение статуса, сделанного в России, получение каких-то инфраструктурных мер поддержки и так далее. То есть основные меры – это займы, это гранты и это СПИКи. Касательно результатов работы, хотелось бы сказать, что по итогам 2020 года фонд занял 8 место среди всех субъектов, 80 субъектов региональных фондов и 4 место по Приволжскому федеральному округу. Также региональный фонд в 2021 году вошел в рейтинг надежных партнеров и динамично развивающихся предприятий по оценке Центра аналитических исследований. И хотелось бы вкратце, наверное, рассказать конкурентные основные преимущества фонда по сравнению с другими финансовыми институтами. Почему именно с вами выгоднее взаимодействовать? Ну, я хотел бы сказать, что основной упор – это у нас промышленность, промышленники, субъекты деятельности в сфере промышленности, как Дмитрий Александрович сказал. Соответственно, у нас возможность получения дешевых и длинных денег. То есть, получается, для реализации проектов у нас ставка, как я уже сказала, от 1 до 5% годовых. У нас удобный график погашения, погашения в последние два года. У нас прозрачная процедура, которая базируется на электронном обмене документами. То есть, клиент, документы все прикреплят в личном кабинете, что минимизирует бумажный документ и, в общем, у нас возможно участие заемщика в процессе принятия решений. Это немаловажно, потому что заемщик может при защите заявки назвать свои какие-то аргументированные сильные стороны и так далее. То есть, по-человечески, да, как тоже воздействовать, попытаться. Да, верно, потому что в кредитных комитетах банка зачастую как бы принимается без участия клиента принятие решения. Существует возможность повторных заимствований. К примеру, завод ИСКОЖ мы уже профинансировали трижды, а АВАРУС мы профинансировали трижды. То есть, у нас, в принципе, возможность заимствований существует через 2 квартала, через 6 месяцев после получения первого займа. То есть, даже не обязательно гасить первый заем, да? Да, да, но там есть основные, да, верно, есть основные требования по финансовой части. Мы отслеживаем, чтобы кредитная нагрузка была посильная, это важно. Но возможность повторных заимствований у нас существует. У нас нет скрытых комиссий ни за выдачу займов, ни за резервирование заемных средств. У нас нет требования по открытию расчетных счетов где-либо, по переводу оборотов, что, в принципе, позволяет предприятию также обслуживаться там, где им удобно, где они обслуживаются в настоящий момент. Ну, и лояльные достаточно подходы к обеспечению, потому что, в целом, дисконты у нас достаточно демократичные. По сравнению с банками мы видим, что дисконты у нас более интересные для наших субъектов деятельности в сфере промышленности. И хотелось бы сказать, что у нас по каждому проекту идет индивидуальное сопровождение. Клиент может задать любой вопрос и электронно, и позвонив на сотовый телефон и так далее. То есть мы курируем проект и в рабочее, и в нерабочее время. В любой момент, когда возникли какие-то вопросы, сложности, он может обратиться. Да, все верно. Ну, и вот данные преимущества позволяют нам успешно работать, позволяют нам помогать нашим субъектам деятельности в сфере промышленности реализовать проекты на благо развития промышленности Кировской области. И данные проекты приносят видимые уже результаты, социально-экономический эффект в виде налоговых поступлений, в виде выручки, в виде новых рабочих мест. Давайте теперь перейдем к Ирине Савельевой, руководителю регионального центра компетенции Кировской области в сфере производительности труда. Надо сказать, что чуть позже у нас будет заготовочка. Мы услышим представителя, вернее, операционного директора Кировской фармацевтической фабрики Александра Шиховцова. Он заранее приходил в нашу студию и рассказал он о непосредственном опыте взаимодействия с региональным центром компетенции нашего региона. Ну, а теперь, Ирина Александровна, от вас основные итоги уходящего года. Ну, региональный центр компетенции Кировской области в сфере производительности труда был организован в 2021 году. Но вот его активная фаза реализации как раз пришлась на 2022 год. Он был для нас таким прорывным, потому что в течение 2022 года мы реализовали 8 проектов по бережливому производству на крупных предприятиях Кировской области. Они уже прошли активную фазу 6 месяцев и дальше будут тиражировать свои успехи, свои наши методы на всем производстве в течение 2,5 лет, еще только под нашим руководством. А вообще, как вы знаете, бережливое производство – это та система управления производством, которая должна идти вообще в долгую. То есть это целая система, которая позволяет постоянно методам непрерывных улучшений совершенствовать свои производственные процессы. Кроме этих 8 предприятий, еще 4 предприятия сейчас уже находятся в активной фазе реализации. Если говорить конкретно, то это были реализованы проекты на кировспецмонтаж спецзастройщики, это производственный холдинг «Здраво» – крупное предприятие, это спичечная фабрика «Белков фаворит», это обувная фабрика «Лель», кировская фармацевтическая фабрика как раз. И также у нас есть ряд агрофирм – это агрофирмы Кировского молочного комбината и предприятия «Русь». Также есть производитель сантехнической арматуры предприятия «Вымпел» в Котельниче, которая тоже является одним из лидеров производства подобного Российской Федерации. Ну и, конечно же, такой магнат, как предприятие «Агрохимикат», которое является вообще лидером по России по производству пиздецидов. То есть мы наблюдаем то, что, и нам это отрадно, что свои производственные процессы доверяют экспертам регионального центра компетенций. Ваши эксперты готовы работать с предприятиями любого уровня? Любого уровня и любой отрасли. Почему? Потому что, во-первых, наши эксперты, они все производственники, они проходили. В принципе, технологические процессы, они все разные на отраслях, но и организационные процессы, они очень похожи. Мы работаем с организационными процессами. Есть методология, отработанная Федеральным центром компетенций на примере холдинга «Росатом». И данная методология, те инструменты, они просто адаптируются под каждое конкретное производство. То есть наша задача, вот как раз вернусь к тому, что говорил Дмитрий Александрович, наша работа – работать с кадрами, с кадровым ресурсом, да, которая сейчас жесткая нехватка. В этом плане мы работаем с выработкой, чтобы делать больше, но меньшим количеством людей. Соответственно, когда мы приходим оптимизировать, слово «оптимизация» обычно воспринимается, что сокращение. Нет, мы приходим. Что-то отрезали и всё, да? Видят, но не замечают, что можно здесь сокращать. Конечно, если это не касается технологий, но в технологию тоже мы иногда заходим. То есть мы работаем с временем протекания процесса, мы имеем возможность производить больше и в срок удовлетворяя потребности клиента. И кроме того, опять же, оборотное средство – это деньги, незавершённое производство, те запасы в потоке, запасы на складах. Это закопанные деньги, по сути. И поэтому, когда мы ввозим, допустим, поток единичных изделий, сокращаем размер партии, то мы имеем возможность вот на этом производстве, в этих цехах, гораздо меньше денег хранить. Соответственно, мы помогаем по трём направлениям. Это выработка, это запасы в потоке и это время изготовления продукта. Самые три такие ключевые процесса, которые у нас влияют на производительность труда. Задача вообще национального проекта «Производительность труда» увеличивает производительность как минимум на 5% в год на предприятиях-участниках. Серьёзная задача. Да, но как показывает практика, как говорит уже Федеральный центр компетенции, который годами подвозит эти итоги на предприятиях-участниках, например, в отрасли с аналогичными предприятиями, которые не участники, на 12% увеличивается производительность труда. То есть такая ненитика проводится. Берутся предприятия, кто участвовал, кто не участвовал, для того, чтобы как бы даже исключить какие-то внешние факторы, которые могли повлиять на производительность труда. Поэтому вот такие наши задачи. И, в принципе, я считаю, что этот год мы отработали успешно. Это, говорят даже отзывы тех руководителей, тех рабочих групп, с которыми работали. Потому что наша задача не самим прийти что-то сделать, а вовлечь людей, научить их это делать. И дальше, чтобы они сами смогли. И рабочие группы. Ну и помогать, соответственно, если у них какие-то возникают моменты сложные. И когда ты находишь отклик в глазах, в словах людей, которые непосредственно работают на этом производстве, которые сначала, допустим, выражали скепсию, сразу там разбираешься в производстве ингалипта, либо ты там разбираешься в производстве колонн. И когда по итогам шести месяцев они благодарят, говорят, что да, вы реально нам показали узкие места, чем мы занимаемся, да, показали узкие места и позволили, и помогли нам их расшить. Вот я думаю, что сейчас будет прекрасная иллюстрация слов, сказанных Ириной Александровной, иллюстрация в рассказе операционного директора Кировской фармацевтической фабрики Александра Шаховцова. Давайте вот поделимся конкретным примером сотрудничества с региональным центром компетенций в Кировской фармацевтической фабрике уже более 80 лет. Так точно, да, вот 81 год исполнилось, недавно было. Предпределись с огромной историей. Как вы в 2022 году пришли к пониманию того, что вам нужно что-то менять? В чем проблематика заключалась? Да, расскажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Как раз проблематика исходила именно вот в том числе из возраста фабрики, ну и второй момент местоположения. У нас есть реальные ограничения геометрии, то есть поскольку мы не можем сильно расширяться во все стороны. По площади. По площади, в тех помещениях, в тех рамках, где мы сейчас находимся. Ну и вот 80 лет фабрика выпускала там уже 97 препаратов, галеновых, настоек, аэрозольные препараты. Галеновые препараты, поясню, это те, которые созданы на растительной основе. Совершенно без добавления химии. Прямой старинной технологии, вот 80 лет путем настаивания. Ну, кроме этого, у нас еще есть там импортозамещающие, социально значимые препараты, там от ВИЧ, эпилепсия. Ну и вот сейчас мы развиваемся активно аэрозольные лекарственные препараты бронхолитического действия. Несколько лет активно занимаемся реконструкцией фабрики. Фабрика практически перестроена заново, то есть созданы чистые помещения. Она сертифицирована по международным стандартам GMP, представленной во всех регионах Российской Федерации. Ну и постепенно, постепенно начали наращивать мощности и начали упираться уже в ограничение производительности труда. То есть, хочется задачи выпускать больше. Задачи, коммерсанты нам, коммерческие. Запрос есть. Да, собственник ставит там определенные границы, рынок галлопирует сейчас в некоторых направлениях непредсказуемо. Дайте, пожалуйста, все. Исчез аналог импортный. Наш директор состоит в совете РЦК, и вот он предложил поучаствовать. С чего началось сотрудничество непосредственно с РЦК? Ну, мы познакомились, видели программу, которую предложили. Я увидел гораздо более интересные инструменты и новые, много шире, чем я был знаком до этого. Вот мы определились с того, что нам необходимо выбрать был какой-то эталонный участок, эталонный продукт, который бы потом мы могли этот опыт тиражировать на все остальные участки. Распространить на все производство. Совершенно верно. Мы вот погранизировали, выбрали там, что мы обычно продаем там на стойке фасовка 25 миллилитров. Миллилитров, да. Миллилитров, вот, флаконы. И определились, как самый у нас такой ходовой и такой эталонный продукт на стойке пустырника. Вот. Выбрали этот участок и начали коллеги нас, начали обучать, вот, чтобы очень интересно, с выездом. Была со времен рабочая группа, проектная команда была создана, с фондом премиальным, вот, чтобы была мотивация людей. Ну, и мы выезжали, обучались всем методикам прямо на стендах самой фабрики. Есть там фабрика процессов, и нам мы там как раз там расставляли по разным участкам, там, вот, один стол, второй пытались собрать, там, какое-то количество деталей. Потом давалась другая вводная, третья вводная. Ну, прям как игра, прям, да, вот такая обучающая. Абсолютно, своими руками мы собирали, вот, реальные прототипы деталей, там, вот, какой-то. И пытались этот процесс модернизировать, ускорить и выполнить какой-то определенный романтий. Мы, по-моему, даже второе или третье место из всех заняли в Кирове. Получив вот эти практические знания по бережному производству, мы начали тиражировать их у себя. Первым этапом был создан план график проекта, то есть все были этапы четко выстроены. У нас были кураторы, которые системно, там, несколько раз даже в неделю приезжали, контролировали процесс, наставляли нас и в нужный момент давали определенные тренинги, которые помогали нам улучшать тот или иной процесс. Например, есть показатель ОЕЕ – работоспособность оборудования. Вот, я раньше-то сталкивался, да, у «Нефтянки» это была, ну, одна история. Сейчас они нам подсказали, как нам на нашем производстве фармацевтическом его внедрить. Как сотрудники, простите, фабрики вообще расцелили вот эту необходимость обучаться, встречаться, следовать всем этим планам, графикам? Обучаться встретили с большим восторгом. С восторгом, с энтузиазмом. Да, с большим энтузиазмом, потому что, действительно, ну, всем хотелось узнать что-то новое, и это было очень интересно, но казалось не сильно просто, когда эти мы начали... Перестраиваться. Перестраиваться, внедрять, нужно было оставаться после работы когда-то, задерживаться. Ну, график был жёсткий, мы выполняли чёткие этапы, задачи, ну, было потом немножко тяжеловато. Но все остались очень удовлетворены, рады тому, что внедрили и получили знания. Мы составили схему вот этого эталонного участка, вот что интересно, вот это вот, как она есть сейчас. Мало того, даже вот обошли всю фабрику вот по пути следования вот продукта. Я вот ходил с этим электронным указкой, меряю путь. Путь, сколько проходит, да, конкретно там трава, бутылочка, сколько проходит упаковка. И потом мы нарисовали, так называемые, спагетти. Мы наложили на наш вид фабрики, как вот, какие продукты путешествуют. Вышло две схемы. Одна вот физическая, географическая спагетти-диаграмма. И вторая, как есть схема процессов, где мы учли три среза. Это сколько людей на каком участке тратит, сколько времени. Где находится и сколько незавершённая продукция. Ну, потом, как результат, сколько готовая продукция, где находится на каких этапах запасы. И также, ну, все переделы, которые проходят в цикле этого производства. Выявили узкие участки и сделали акцент на эталонный участок, чтобы его оптимизировать. У нас это оказалась фасовка. Ну, к сожалению. Ну, на этом участке делалась упаковка руками. Ручная упаковка. С помощью коллег их методик измерили, поняли, что оно больше всего тормозит, и мы не можем там это перескочить. Опять же, там был коронавирус, и раз, у нас мощность производительного производства падает, потому что люди болеют. В том числе, параллельно у нас реализовывалась инстинкционная программа. Мы заказали картонажную машину, как раз, когда вступали в проект. И кроме оптимизации всего процесса, его изучения, мы также вот привезли и автоматизировали этот участок. Насколько быстро удалось добиться положительных результатов? И каких именно? В принципе, проект длился полгода. И, честно скажу, он был достаточно очень насыщенным, напористым, я бы сказал. За полгода добились очень приличных результатов. На 31%, на 90 часов снизилось приготовление пустырника, реально. За счёт именно того, что все сели, разрисовали схему, нашли узкие места, и там нашли, как это оптимизировать, запараллелить процессы. Ну, там коллеги дают методологию, и они сами участвовали, нам подсказывали. Также неразвращенное производство снизили на 54%. Ну, а выработка у нас вообще, по их методологии, если считать на человека, увеличилась на 80%. На 80%. На 80%, потому что, поставив машину, у нас ушло с 9, человек осталось 2. Коллеги нам на всех этапах подсказывали, помогали и в размещении, и в логистике. Притом, когда приехала машина, также мы проанализировали путь действия, что там у нас уже несколько этажей, и было принято решение спустить на первый этаж эту картонажную машину, за счёт чего у нас сам путь движения продукта уменьшился, по-моему, на 13%. Оптимизировался, да. Да, стал там на 149 метров короче. Тиражирование вот этого опыта положительного на другие продукты уже сейчас происходит, но в целом вы будете с центром работать в течение трёх лет. Однозначно. Поэтому уже к планам переходим. Да, нет, однозначно. Программа рассчитана на три года. Вот, в этой программе есть как оптимизация участков, так и оптимизация служб. Это организационные изменения. Ну, вот, например, вот ближайшие наши цели, мы на этом проекте оптимизируем сейчас, уже заказали машину, экстрактор, который там в 5-10 раз может ускорить экстракт с этого, то есть не две недели наставить за один день. Из растительного сырья. Из растительного сырья, один день. Там подавление определенной методологией будет излечение быстрее, и мы тоже поняли, что перекаляться – это узкое место. Также мы вот, как я уже раньше говорил, развиваем проект аэрозольных лекарственных препаратов. Вот мы выпускаем сальбутамол, наша ближайшая задача – выпускать ингалипт, и под это дело мы сделали целый бизнес-план, и нам даже участие в этом проекте помогло претендовать на льготный кредит, на очень выгодных условиях. В общем, вы смотрите уверенно в будущее. Однозначно. У нас на три года есть план коллегам, спасибо, помогли составить. Без их участия, безусловно, это было бы на годы длиннее, сложнее, если мы это сами реализовывали. Фонд развития компетенции очень нам помог. Спасибо за этот разговор. Операционный директор Кировской фармацевтической фабрики Александр Шиховцов. Дмитрий Глушков, исполняющий обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Ольга Симакова, руководитель Государственного фонда развития промышленности нашего региона. И Ирина Савельева, руководитель регионального центра компетенции Кировской области в сфере производительности труда. Спасибо, с Новым годом. Спасибо. Всем успех. С Новым годом.